Доброе утро, дорогие друзья! Если вы только что присоединились к нам, то напомню, что сегодня 3 октября, пятница, и по традиции у нас музыкальная пятница. Музыкальная, да, я хотел сказать музыкальная, но получилось мууу. Сегодня, друзья, у нас вновь в гостях участники отборочного, а пока еще отборочного, тура фестиваля живой музыки, фестиваля рока R&D Live 2014. 14, да. Это быстро прогрессирующая команда музыкантов, объединенных общими музыкальными и жизненными интересами. И называется эта команда группа «Эклиптика». Доброе утро! Доброе утро. Причем, то, что она сказала, это вы сами написали в своей группе, да? Это целиком полностью отражает действительность какую-то? Нет, это чисто отражает наш коллектив. Помимо «Эклиптики», у нас еще гостя, как обычно, по традиции, человек, с которым мы всегда по пятницам утром общаемся. Александр Поляков у нас гостя. Ой, скажи. Непосредственно, человек, который все это придумал, организовал этот замечательный фестиваль, человек, который возглавляет, правильно, возглавляет же, да, именно лейбл iRecords, который очередил главный приз, получается. Да, лейбл iRecords работает с 2005 года, имеет около 300 релизов, представлен во всех основных музыкальных магазинах мира, iTunes, Google Play и так далее и тому подобное. И теперь ростовская музыка представлена не только на радио и на телевидении. И вот лейбл iRecords запустил вот эту программу у нас и на радиостанции. На радио Ростова. На радио Ростова каждую пятницу в 20-30. Вы можете послушать программу. Если вы вдруг не смогли в этот момент, то заходите в группы в социальных сетях. Можно зайти на сайт iRecords.ru. На Фейсбуке и ВКонтакте. И слушайте, слушайте все выпуски радиоактивности. Всегда можно... Вот я, кстати, прослушиваю каждый раз, потому что я знакомлюсь с участниками коллектива, я знакомлюсь таким образом с ростовской музыкой. Плюс еще у вас идет там голосование, насколько я знаю, где каждый желающим зарегистрированный пользователь может проголосовать за понравившуюся композицию. Да. Заходите, голосуйте. Я заметил, что Александр стал контролировать тебя. Когда ты что-то скажешь, он проверяет. Так, да, все правильно, все правильно. Александр, можно о сегодняшней группе, я имею в виду, вот мужчина, который в голубой рубашечке солист, во всей видимости, да? Да. Представьте, пожалуйста, его, если можно. Как зовут? Меня зовут Олег. Сашу представил. Олег, вы солист, создатель. Олег Лыткин. Ну, давайте, пожалуйста, стоп. Олег Лыткин в гостях. Учредитель. Солист и вокалист. Локалист, гитарист. Гитарист. Все в одном. Все в одном лице. А собирали вы их ребят, которые с вами? Значит, группа вообще была создана в 2007 году. Это группе семь лет. И вот за это время, конечно, много чего изменилось. Вот с этим составом мы уже два года играем. Вот. И, конечно, многие музыканты уходили, кто-то приходил. Ну, в конце концов, вот у нас сколотился такой коллективчик. А всего хватает? Я просто сейчас объясню, почему. Просто предыдущие все четыре группы, которые к нам приходили, там было все-таки по пять человек. У вас четыре. У нас четыре. Это просто для вас оптимальный какой-то набор? Три гитары, барабаны? Да, ну, дело в том, что у нас в одно время был женский вокал. И я просто играл на гитаре тогда, у нас девушка исполняла все песни. А потом коллектив у нас развалился. Ну, это, получается, частенечко бывает у групп. Но вот в итоге мы решили, ну, надо же искать вокалиста. Ну, вот в итоге я стал петь. И, как бы, у нас вроде неплохо получается. Ну, так вот. Вы из Камин-Шахтинска? Камин-Шахтинска. Это что вы? Это вы сегодня приехали оттуда? Нет. Ой, я уже думал, ничего себе, это в Стави, наверное, чуть-чуть. Мы здесь переночевали сегодня в Ростове, так что. У Александра. Да. Кстати, главный приз, если я не ошибаюсь, это именно возможность записи альбома, лейбла i Records. Вот, на самом деле, мне кажется, не то чтобы хороший приз. Мне кажется, это такая большая редкость, когда в фестивалях, всевозможных конкурсах приз не какой-то 20 тысяч рублей, грубо говоря, а вот когда реально дело какое-то. А, ты знаешь, я считаю, что приз здесь значительно больше. Во-первых, коллективы познакомились. Ты что-то знаешь? Ну, я знаю, я вот смотрю, так здесь. Приз значительно больше. Во-первых, это знакомство с коллективами, которые работают в любимом городе, в любимой области. Так. Во-вторых, это возможность, да, все равно повыступать, на радио попасть в ротации. Я вспоминаю, как мне мама говорит, что ты выступаешь, что ты выступаешь об этом. Нет, ну, знаешь, когда твои поклонники, у каждой группы есть свои поклонники, и это очень приятно, порадовать своих людей, которые болеют, которым нравится твоя музыка, порадовать впреди. Вот включайте, тут по радио меня услышите. Я всегда включаю, когда мне так кто-нибудь говорит, я всегда с удовольствием, ой, вот так болею, болею, болею за этих людей. Это прекрасно. И к тому же, ну, я скажу, вот общение, представление о своей музыке на разных ресурсах, что может быть лучше? Ну, в общем, как всегда, Алину Желидову в самый нужный момент не замолчишь. Когда приходит группа постоянно, ей так хочется поговорить, так хочется поговорить. Но я предлагаю буквально через пару минут начать все-таки слушать, потому что у нас будет несколько песен живого звука. Готовы к живому звуку? Да, да. Буквально через несколько мгновений, друзья, сейчас небольшая реклама. Третий октября, день, прощения, третий сентября был. Третий октября, друзья, у нас сегодня музыкальная пятница, конечно же, только живой звук. Участники отборочного тура фестиваля рока живого звука R&D Live 2014. Очередные участники, их очень много на самом деле. У нас сегодня уже, получается, пятая пятница такая, да, музыкальная. И в этот раз к нам пришла замечательная группа «Эклиптика», которую прямо сейчас буквально через пару минут будем показывать, какие они замечательные. Да, и мы уже познакомились с Олегом Лыткиным, но мы хотели бы, чтобы Олег представил других участников коллектива, чтобы все знали имена героев. Значит, на гитаре у нас играет Александр Малахов. Фамилия говорящая такая, да? Да. На вас где-то Михаил Астанин и на барабанах Андрей Барсуков. Всем доброе утро. Ну и чтобы не затягивать, уже зрители наверняка в ожидании примкнули к экранам. Как называется первая композиция? Первая песня называется «Танцуй со мной». Мы всегда ее, это как бы на всех концертах, играем первую. И это для нас стало вообще самым, самое лучшее за все время этой песни, композиция. Замечательно. Давайте прямо сейчас послушаем. Потанцуем. Подалекий шепот грез, мы тихо мчались туда, И нас ласкали руки звезд, неся с собой печаль. Но я с тобой, ты во мне, оставим позади. Все прошлое свой в огне, все счастье впереди. Танцуй со мной под звездным ливнем. Танцуй со мной, и дня не видно. Танцуй со мной, мне будет мало ла. Танцуй со мной, чтоб легче стало. Я знаю все, о чем молчишь, не нужно лишних злов. И ты куда-то все спешишь из нежных маях снов. Под тихий шепот, дальний грез, мы скроемся во мгле. Ответ один, и он так прост. Станцуем при луне. Танцуй со мной под звездным ливнем. Танцуй со мной, и дня не видно. Танцуй со мной, мне будет мало ла-ла. Танцуй со мной, чтоб легче стало. Танцуй со мной под звездным ливнем. Танцуй со мной, и дня не видно. Танцуй со мной, мне будет мало ла-ла. Танцуй со мной, чтоб легче стало. Танцуй со мной под звездным ливнем. Танцуй со мной, и дня не видно. Танцуй со мной, мне будет мало Танцуй со мной, чтоб легче стало Я добил, добил, добил в конце Браво Друзья, первая Танцуй со мной, первая песня, которую мы сегодня услышали И их будет еще Они все в таком стиле у вас? Потому что прям танцевать хотелось Ну, мы стараемся делать такие танцевальные песни Хотя у нас есть и блюз, у нас есть также кантри стили То есть мы пытаемся стиль смешивать, чтобы было всем интересно То есть а какого-то конкретного стиля нет? Или вы начинали в каком-то конкретном, а потом ушли в смешение? Нет, у нас вообще изначально поп-рок стиль Это вот основной стиль А зритель или слушатель, он может сам придумать для себя Какой стиль в нашей группе лучше Ну, во-первых, наверное, все-таки поп-рок А пусть люди уже, как говорится, дальше Допридумывают и блюз, и кантри, и еще что-то Ну, на суд зрителям мы это оставим Скажите, пожалуйста, а почему вы решили принимать участие в фестивале? И вообще это было коллективное решение? Как вы узнали о фестивале? Ну, вообще мы пытаемся участвовать во всех фестивалях То есть если есть где выступать, как бы, есть возможность выступить, мы едем туда То есть как бы, неважно, в каком городе это происходит У нас в городе или еще где-то, как бы, пытаемся ездить на все фестивали Молодцы! И прямо сейчас я предлагаю посмотреть репортаж С прошедшего мероприятия, которое состоялось буквально в прошлую субботу Это был второй отборочный тур фестиваля R&D Live 2014 Давайте прямо сейчас посмотрим Песни рок-группы Requiem 23 только на первый взгляд кажутся незамысловатыми На самом деле весь репертуар молодых музыкантов пронизан смыслом и мелодичностью На выступлениях этой группы можно услышать песни от стандартного поп-панка и регги До гармоничных произведений, которые порадуют слух образованного музыканта Ребята с радостью делятся своими впечатлениями о рок-фестивале R&D Live 2014 Очень рады, что проходит этот фестиваль в Ростове Довольно-таки не припомнил, года четыре играем в группу И не помню, что тут в Ростове вообще проходит какие-нибудь фестивали То есть особенно для такого уровня Спасибо организаторам, все классно Привет, Андрей, мы записывали интервью А ты где-то гулял, а это наш барабанчик Привет, Андрей, здравствуйте Так все? Следующей на сцену выходит группа «Говорящий с ветром» Молодой коллектив, который образовался в конце 2010 года Исполняет песни в стиле русского рока с элементами виртуального фольклора История «Говорящих с ветром» началась с семейной пары Александра и Оксаны Курган Позже к ним присоединились еще несколько музыкантов В багаже группы есть как лирические, так и ритмичные композиции Девушки отдыхают Девушки отдыхают Espolo oczywiście Молодая группа из Ростова-на-Дону, Чарли Дисней уже известна зрителям утреннего телеканала Ростовской области. Их эмоциональная музыка пропитана и печальными нотами, и яркими томными мелодиями. Загадочная солистка Чарли будто сирена увлечет вас своим таинственным голосом в сложный мир сплетенных слов и аккордов. Как девушка, конечно, мне интересно посоревноваться, связаться с авокадо, группой авокадо. Потому что я считаю, что это достойная вокалистка, и был бы тоже хорошим опытом для нас, для меня лично. Участникам я хочу пожелать опять же веры в себя. Я думаю, у всех у нас все получится, если не здесь, если не подещем. Мы связываем свою жизнь с музыкой. Следующий этап рок-фестиваля R&D Live 2014 пройдет 11 октября. Принять участие в нем могут все, кто пишет и исполняет песни вживую в любом стиле и жанре не младше 18 лет. Следить за ходом конкурса можно на официальной странице фестиваля живой музыки R&D Live 2014 и утреннего телеканала Ростовской области ВКонтакте. Главный приз – запись альбома на лейбле iRecords и контракт на официальное издание музыкального альбома. Мы продолжаем наш замечательный разговор, диалог с группой «Эклиптика». Тем более мы прослушали первую композицию «Танцуй со мной». А я слушал, ты прослушал, а я слушал. На самом деле, я хотел, знаете, сразу перебью тебя, извини, хотел спросить по поводу текста песни. А сами пишете тексты, песни, музыку? Нет, кстати, забыл. У нас есть поэтесса, которая нам пишет эти стихи. Ее зовут Галин Кудакина. Очень приятно с ней работать. Я думаю, в дальнейшем у нас будет очень много таких композиций, которыми будем играть. Она тоже из Ростовской области? Да, она живет также в Каменске. А как вы нашлись друг с другом? И почему? Когда пришла идея именно на ее тексты? Ну, у нас вот есть Останин Михаилка, который с ней подружился, начал переписываться с ней. И в итоге как-то получился диалог. И списались, и все нормально. И как бы нам понравилось, начали работать. Она тексты пишет, да? А музыку? А музыку мы пишем всей группой. Всей группой? Да, всей группой. Долго вообще процесс написания одной композиции? Сколько он может занимать? Ну, вот два года мы сделали... Этим коллективом, да? Да, за два года мы сделали 16 композиций. Так это уже... Это почти два альбома. Полноценные, да, практически? Да, практически, да. Уже можно его записывать, можно играть где-то там. Но у вас же много... Вы много ездите по области, насколько я... Да. Достаточно. Да. То есть, я посмотрела ваш концертный график на это лето. Скажем так, и у вас еще в ближайшее время выступление, я знаю, да? Да, у нас и в Миллерово будет концерт, будет в Каменске. Завтра уже в Миллерово, нет? Нет, 11-го. 11-го числа. Следующий, в следующую субботу. Да, да. Получается, в Миллерово концерт, да. Ну, очень интересно. Пока мы прервемся... Пока мы подумаем о концерте Миллерово. Буквально через пару секунд. Продолжаем нашу музыкальную пятницу, друзья. У нас, конечно же, живой звук. Еще все только начинается с группы «Эклиптика» в нашем эфире. Что сейчас? Какая песня у нас будет сейчас? Сейчас прозвучит композиция «Полет». Написана она была чуть-чуть позже, чем «Танцуй со мной». Немножко лирики, так сказать. По этой причине ее нет в списках текстов. Скрыли все-таки, да? Скорее всего. Новенькая, более-менее свеженькая. Давайте послушаем. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Я разгляжу тебя везде И в серой пыли потолка И в этом полностью весь я А время дышит ожиданье Ты, если будешь не моя Так накажи меня изгнанье Я все приму с твоих ладоней Любую сладость или я Любые муки от огонь Лишь бы вернуть тебя назад Я буду помнить, буду ждать Не вскрою вены, не сгорю Лишь буду тихо тебя звать О встрече изредка молек Ты станешь каплей на стекле Или глоточком молока Я разгляжу тебя везде И в серой пыли потолка Я разгляжу тебя везде Я разгляжу тебя везде ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ого! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А все так начиналось. Я хотел пригласить тебя на танец. Вовремя я это не сделал, а то потом пришлось бы с тобой вот так вот двигаться. У меня вот ощущается, что это настоящий такой рок. Да, да. И правильный, да? Не обманывает твои ощущения. Ну, впечатляет. Я вот честно скажу так, впечатляет, впечатляет. Скажите, пожалуйста, а вы где-то учились? Музыкальное образование есть или самоучка? Нет, я в основном самоучка. Учился сам. Да, и... Со скольки лет? Когда вот это появилось желание? Ну, вообще со школы. Со школы? В школе влюбились? Где-то, наверное, класс седьмой. А что повлияло? Ну, я вам расскажу, что я был маленький когда-то. Уже у меня был этот талант. Просто надо было его дальше развивать. Ну, получилось так, что именно со школы у меня все это началось. Первая гитара откуда появилась? Первую гитару... Сейчас скажут, украл. Мне... Это мама купила. Купила? Поддерживала. Да, поддержала. Купила мне на день рождения. Тоже вот в школьные годы. Точно не помню, но вот в это время как раз. Александр с таким выражением лица все время стоит как будто а я вообще с пеленок взял гитару. А вообще, ребята, у кого-то есть образование или все самоучки? Нет. Есть, да? Он у нас, Андрей, барабанщика только. А, вот вы молодцы какие. Надо же, вот только у одного человека музыкальное образование, но все самоучки и самородки. Мы тоже молодцы, кстати. У нас тоже с тобой нет музыкального образования, но мы здесь все тоже танцуем и поем, потому что все это живой звук, друзья. Это музыкальная пятница, 3 октября сегодня. И буквально на пару мы не прерываемся, а потом продолжим. Еще очень много вопросов, песен тоже немало. Давай еще раз повторим. Пятница музыкальная. 3 октября. Между прочим, друзья, если вы еще не в курсе, то у нас в гостях уже полчаса целых. Замечательная группа «Эклиптика», группа, которая является участником отборочного тура ростовского конкурса, ростовского фестиваля, который называется «РНД Лайв 2014», между прочим. Это так, чтобы вы не забывали. И очередная песня, которую мы послушаем, как она называется? Следующая песня называется «Обижаться не стоит». И мы хотим, чтобы никто не обижался. Чтобы люди жили в мире, как говорится, чтобы все у всех было хорошо. Прекрасно. Обижаться не стоит, обижаться не надо В эту глупую осень Так теперь нам и надо Я один в паутине И плыву, как ростон. Я знаю все, Я знаю. Ты растворилась, Лишь коснулся, За миг один как обернулся. И как виденье Продишь рядом, Но не поймать тебя Не взглядом Тебя не взглядом Обижаться не стоит, Обижаться не надо, Вот и кончилась осень, Затрещали морозы. Я пытался в толпе Разглядеть твои губы, Но как и я больше Никто не полюбит. Ты растворилась, Лишь коснулся, За миг один как обернулся. Ты как виденье Продишь рядом, Но не поймать тебя Не взглядом Воу-воу-воу-во Тебя не взглядом Я не взглядом Я не взглядом Я не взглядом Ты как виденье, Бродишь ряда, Ты как спасенье, Бродишь ряда, Ты растворилась, Лишь коснулся, За миг один как обернулся, Ты как виденье, Бродишь ряда, Но не поймать тебя мне взглядом, Воу, 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 Тебя мне взглядом, Не поймать тебя, Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я, Все, можно говорить, наверное, уже можно говорить. Никуда мы не растворились, здесь мы в студии Южного региона Донбасса. Но на пару мгновений прерываемся на рекламу. Ну и мы, конечно же, продолжим, точнее уже завершаем практически. К сожалению. Грусть, печаль, но тем не менее. В гостях у нас сегодня группа «Эклиптика», участники отборочного тура фестиваля живого звука, фестиваля рока в Ростове-на-Дону R&D 2014, R&D Live 2014, как он называется. Можно голосовать за ребят, если не вам понравились, или не голосовать, если не понравились, просто посмотреть. Хотя как можно, как можно не понравиться. Мне понравились ребята, поэтому у меня вопрос возник. Скажите, пожалуйста, вот песни, вот эти, даже которые вы исполните, у вас они записаны уже? Есть записи песен? Да, конечно. Где можно послушать? Можно зайти на страничку ВКонтакте, пожалуйста, группа «Эклиптика», там вся информация есть о будущих концертах, о наших выступлениях. В ближайшее время, самый ближайший концерт в Миллерово 11 числа? В Миллерово у нас 11-го, в Каменске, в Шахтинском, в нашем городе, соответственно. Еще один концерт будет, это 12-го числа. И 27-го числа мы едем в Стаганрог выступать. Так что, да. Так что, да, если вам понравилась группа «Эклиптика», если вы хотите насладиться еще песнями, потому что я точно, я уже состою в группе, кстати, подписалась. Так вот, подписывайтесь, заходите в социальные сети, ищите, набирайте просто «Эклиптика», песни и... Подожди. Наступающий день учителя, сегодня день улыбки, день ОМОНа, день животных, завтра защиты, все, я основные праздники вспомнил, потому что уже прощаемся со зрителями. С ребятами еще не прощаемся, потому что мы услышим еще одну песню о завершении нашей программы. Вам хочется пожелать всем хорошего настроения на выходных, во-первых, да? Да. Почему ничего? Теплой погоды, хорошей погоды, чтобы можно было погулять, насладиться всеми праздниками. Ну и, может быть, ребята что-то хотят пожелать? Да, конечно. Вот перед тем, как мы сыграем нашу композицию, я хочу всем зрителям пожелать хорошего дня, удачи, настроения, это самое главное, чтобы у вас было все хорошо. И песня называется «Остану здесь, пусть все останется здесь», как говорят. «Остану здесь, пусть все останется здесь», как говорят. Один на один, прошедший нов день Идет по пятам, как усталая тень Забыта работа, и отдых не тот Я им объявляю бойков Останусь здесь и не уйду Останусь там, где жар огня Где дом хранит мою печаль Ты испарилась, ах, как жар Останусь здесь, в бездонных знак И в шуме города усно Мы были, мы были на ножах Останусь здесь, в бездонных знак И в шуме города усно Мы были, мы были на ножах Один на один, пришел новый день И в нем заблудилась усталая тень Забыта работа, и отдых не тот Я им объявляю бойков Останусь здесь и не уйду Останусь там, где жар огня Где дом хранит мою печаль Ты испарилась, ах, как жар Останусь здесь, в бездонных знак И в шуме города усно Мы были, мы были на ножах Останусь здесь, в бездонных знак И в шуме города усно Мы были, мы были на ножах ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Останусь здесь, в бездонных знак И в шуме города усно Мы были, мы были на ножах Останусь здесь, в бездонных знак И в шуме города усно Мы были, мы были на ножах ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА